...боевых акций, то есть можно сказать, что просто открыто выражал свои взгляды. Пошел на один из рок-концертов вместе с своим приятелем Егором Томским. У него, на нем висели антифашистские значки, собственно говоря, фашистские молодчики и среагировали именно по этим значкам. Напали на него, зверски его избили, Егор Томский успел убежать, а его фактически ритуально убили, ударом ножа в сердце. Ну, все убийство очевидное. При этом следственные органы, на удивление, заняли профашистскую позицию. В данном случае уголовное дело по убийству было переквалифицировано в уголовное дело по хулиганству. И любые идеологические моменты из этого дела были старательны. Дело Рюхина очень четко показало, что нацистский миф о том, что они борются с инородцами, это является не более чем мифом. Для них, их объектами нападения, жертвами являются именно те люди, которые пытаются хоть как-то сопротивляться вот этой вот идущей сейчас в минстриме волне на создание патриотического, державного, националистического общества. В принципе, тоже есть такие либеральные антифашисты-сова, они такие же публичные антифашисты, они много интервью дают, и в частности, по всякой антифа деятельности они давали интервью. И они говорили, что они, в принципе, обеспокоены вот таким вот радикальным молодежным антифашизмом, потому что люди реально получают жизненный опыт, неуважение к законам. В принципе, это основное, что человек выносит из своей антифа деятельности. И мне кажется, это очень анархично, и мне очень хорошо, что это получило такое массовое распространение и в Москве, и по городам. И это реально уже сотни людей, они реально учатся, не знаю, какому-то сопротивлению без центрального лидера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Если я не умею, что ты через три метра пройдешь и не начнешь ее читать, мы тебя доходим и вынесем там течку". Теперь такого абсолютно нет. Раньше, то есть, я приходил, я был панком с ракетом, я приходил на концерт, я видел, что рядом присутствует моб этих нему-нацистов. Я видел, что панки, которые такие, которые как и начинающие, которые просто немного прогнившиеся панки, они чувствуют силу, да? Потому что вот он стоит, вот такая хера этих нему-нацистов. Они потихонечку, потихонечку, чувствуя силу, они к ним добиваются, да? Ну, насчет Иркутска сейчас, значит, что я могу сказать? У нас тоже есть там определенный список там всяких партий. Есть так, националистических, распространенных везде по всей России. Есть, естественно, банхеды, малочисленные. В основании там, как и везде, это футбольные хулиганы. До определенного момента фашистов вообще нет. То есть многие команды прекратили существование Иркутска в определенный момент. Когда поняли, что музыка уже ничего не добьется, что нужно приходить к прямому действию, то есть нужно приходить к борьбе. В прошлом году был момент, когда мы сказали, даже в этом году, что все, фашистов в городе Иркутска больше нет. И мы уже собираемся начать заново, то есть концерт, и все это заново заниматься творчеством. Ну, вот был, короче, инцидент, инцидент, большая трагедия в городе Ангарске. После чего официально выступает губернатор и говорит, что в Иркутской области нет никакого фашизма. Это напали там местные какие-то копники. Проходит еще день-два, и он официально заявляет, что да, в Иркутской области есть неонарциссы, ему около 60 человек, мы за ними всеми наблюдали. То есть, как они наблюдают? Если он говорит, что мы за ними наблюдаем, он прекрасно знает, что был пижок на экологию. То есть, получается, люди свыше, они прекрасно знали об этом, что почти. Просто это было бы ну. Спецфашизм у всех мастей! Спецфашизм у всех мастей! Спецфашизм у всех мастей! Мир народам! Война властям! Мир народам! Война властям! Антифакт! 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 Ну, фашизм в Питере есть как во власти, так и на улицах города. Довольно распространен бытовой фашизм. Но если брать банов, то по сравнению с тремя годами назад их стало резко меньше. Хотя, конечно, часть из них переквалифицировалась в около футбольных хулиганов. Ситуация с фашизмом сейчас, на мой взгляд, несколько изменилась. За последнее время я не могу сказать, что она стала лучше, не могу сказать, что она стала хуже. Она просто немножко изменилась. Групп фашистских молодежных стало меньше, но они стали более радикальны. все чаще используют оружие, все чаще доводят дело до убийства. Ну, и стали появляться некоторые политические объединения право-толка, которые, на мой взгляд, имеют какое-то будущее. Народу до хуя, это модно, но очень опасных людей, нациков, их мало. И это дети. Они все больше и больше радикализируются и переходят от каких-то, ну, акций в стиле футбольных фанатов к радикальным акциям в стиле индивидуального трона. То есть, услеживанию и устранению каких-то определенных людей. Ну, может быть, не определенных людей, но вот именно запугиванию путем убийств. Последнее их громкое, как бы, напоминание о себе было, ну, примерно год назад. Тогда они порезали двух индусов, один из которых скончался. Примерно в то же время они прыгнули на активистов НБ. Опять-таки, пацифисты, они боятся нападать на, как бы, скинхедов и хулиганов. И даже на панков не так часто. И в основном нападают на пацифистов. Надо заметить, что наше движение в Санкт-Петербурге, по крайней мере, существует всего в организованном плане около трех лет, наверное. Такое более-менее, когда мы уже стали что-то делать. И, то есть, я считаю, что в сравнении с Западом и даже с той же, например, Москвой, мы еще находимся в стадии зародыша, как бы. Поэтому я думаю, что мы растем медленно, но растем, и это, безусловно, позитивно. Антифашистов? Ну, если честно, больше тридцати для нас это очень большая редкость. Ну, в смысле именно готовых к бою. Так-то после концерта можно вывести на улицу до полутора сотен. Вот, но это не показатель. То есть у нас и аполиты там, если что-то подпишется, и не убегут. Я имею ввиду там модов, всяких вот лысых аполитичных. Они говорят, да, это говно, это неправильно. Вот взять тех же панков, да, вот лысые скинхеды, антифа, там, шапы, там, вся хуйня. Ну, они на акцию не берут панков, ну, акции прямого действия, там, пизды дать кому-нибудь. Потому что они им не доверяют. В Питере в основном скинхеды и кэжуал. Ну, панков очень много, антифашистов, но они не являются вот милитант. То есть очень много людей, которые поддерживают. Ну, то есть в силу неких обстоятельств они не могут постоянно быть готовыми к бою и их сложно мобилизовать. Тяжело быть девушкой в антифашизме, потому что, на самом деле, как бы, кто не старался, там, оу, не, я не сексист, нихуя. На самом деле, сексизм присутствует везде. Со стороны антифашистов, товарищей, соратников, но и, как бы, и со стороны тех же банхедов. То есть, в принципе, если банхед – сексист, это, на самом деле, пиздато, потому что ты его бьешь, а он тебе не может ответить. Вот. А со стороны, как бы, антифашистов очень неприятно, когда ты готова к бою.